В Европе ситуация с распространением коронавирусной инфекции по-прежнему остается напряженной. В Великобритании за сутки COVID-19 выявили у 1200 человек. Британские власти вводят внушительные штрафы за несоблюдение правил карантина. Речь идет о нелегальных молодежных вечеринках, насчитывающих более 30 участников. Размер штрафа может достигнуть 10 тысяч фунтов стерлингов. Наряду с этим власти Великобритании подтвердили, что в сентябре дети всех возрастов вернутся к занятиям в школах. В Шотландии, где традиционный учебный год начинается раньше, учебные заведения уже распахнули свои двери. Маски должны носить все, в том числе дети старше 12 лет, уточнили во Всемирной организации здравоохранения. Между тем, из Германии приходят тревожные сообщения о том, что школы становятся очагами распространения вируса. Немецкие школьники вернулись к учебе две недели назад. И с тех пор, по сообщению властей, только в Берлине из 825 общеобразовательных учреждений, в 41 зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Сотни школьников и учителей отправлены в карантин. Массовые мероприятия в стране пока разрешены. Под вопросом оказались осенние фестивали. Во Франции, где школа откроется через неделю, дети старше 11 лет в обязательном порядке должны будут находиться на территории учебных заведений в масках. В стране зафиксировано более 242 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных не изменилось. В Италии за сутки выявлено более тысячи новых случаев. Это самый высокий показатель после снятия карантинных мер. По мнению экспертов, виной всему пора отпусков. В летние месяцы отдыхающие уделяют меньше внимания мерам профилактики. На пляжах большинство людей не соблюдают масочный режим. Аналогичная ситуация наблюдается в кафе и ресторанах. На этом фоне власти Италии констатируют значительное снижение среднего возраста заразившихся с 60 до 30 лет. Накануне от представителей Всемирной организации здравоохранения пришло неожиданное заявление. Избежать второй волны возможно. Сегодня для этого существуют все необходимые инструменты. Альбина Абдурахманова, CBC.